Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите начало сетевой партии в Сидмер Сивилизейшн 6, которая была сыграна 5 мая. Цивилизации случайные, но, как вы понимаете, мне выпала горга греческая. Что там у остальных, будем узнавать в процессе партии. Серии будут выходить раз в день, а спонсоры канала, этот самый стрим этой партии, могут уже посмотреть. Ссылка в описании и в прикреплённом комментарии. Ещё раз, уважаемые спонсоры, не серии вам будут выложены все сразу, а вы уже полностью партию можете посмотреть одним файлом. Карта континенты, режимы монополии корпорации и варварские кланы. И, в общем-то, из подробностей всё. Приятного вам просмотра. Так, выпала горга, напоминает случайные цивилизации. Карта континенты, монополии корпорации и варварские кланы. Ну, тут ставим. Мне, в принципе, нравится это место. Чё тут ходить далеко? Хочет, конечно, свинину, но нам надо с производством, чтобы обрабатывалось. И животноводство. Так, значит, у нас Акрополь на холмах строится. Это мы сможем. По завершению строительство даёт одного посла. Бонус к культуре за соседство с центром города. И две культуры за каждое примыкающее чудо света. Развлекательный комплекс и аквапарк. Можно строить только на холмах. Гоплет плюс здесь боевую мощь, если рядом есть хотя бы один гоплет. Дополнительно универсальная ячейка политического института при любом правительстве. Это очень круто. И победа в бою даёт очки культуры. Ну, то есть крутая цивилизация. Имхо. Зачем горга копьё? Стараюсь пошло не шутить. О! Зуб пророка. Обожаю, когда нахожу вначале эту реликвию. Четыре веры. Ну, короче, трудовая дисциплина не запрещена. Не запрещена. Так что может быть трудовую дисциплину. Смотрите, тут у нас есть соседство с тропиками. Ну, либо с горами, как минимум. Так что, возможно, трудовая дисциплина. Но, во всяком случае, пантеон мы можем сейчас быстро взять. Антона Нариву. А он что даёт? 2% культуры за каждого великого человека. Ну вот, в прошлую пятницу у нас был стрим. Там на меня пёр чувак с губ. Ну, там, по-моему, не горка была. Я не помню. Но там чувак немножко странно, конечно. Действовал. И в итоге ничего не смог сделать. Так, сюда, наверное, пойдём. О! Воровский лагерь. Так, может, тут на рост лучше? О, вот так, да. Роскаут за один ход строится. Знаете, я так и не посмотрел. Кто-нибудь угадал? Грецию, да. Кучу Македонии никто не угадал, походу. Сюда пойдём смотреть. Подожди, а я тут где-то вроде я разве руинку не находил никакую? Показалось, да? Так, лошади есть. Пошли в астрологию. Мне кажется, нам надо религию быстро взять. Болония. Болонию, кстати, не первыми встретили. Так, что строители? Надо строители, наверное, трюфеля обработать, лошадей и какие-то из риса, чтобы рожение ускорить. Это сюда. О, и фес. Так, мы уже три ггшки встретили. Так, не буду атаковать, потому что мы не убьём. Блин, ну может, кстати, фес убить. Но мы-то не убьём, то есть нам нет вообще смысла атаковать. Ну что, на тропические леса берём соседство? Блин, что-то ггшек вокруг. Какие-то ггшки придётся захватывать сто процентов. Слишком много места занимают. Ну, давайте на тропические леса. Выглядит как легит. Так, дальше это пока международную торговлю. А, слушайте, я же против варваров могу. Ну. О. Так, это повезло, кстати. Фу, и успел. Зашибись. Забираем лагерь. Вообще всего два очка, а не три. Слишком далеко от города. Письменность ускорили. Ну, такси, я думаю, что мы кого-нибудь тут найдём. В любом случае. Блин, вон где руинка мимо пошёл. Там озеро, а это Тихий океан. То есть тут уже конец карты, да? Какие-то города придётся захватывать. Так, здесь, здесь. Вот если сюда ещё, священное место. Да, только как-то соседей нету, только ГГшки есть. Соседа может быть и жалко, но его не видать. Куда это он рабочим пошёл? Интересно. О! Блин. В четвёртом радиусе. Ну, нам можно будет прямо на геотермалку ставить город. Ну, плюс 5 кампус вот тут. Так-то. Блин, а на геотермалку у нас тут получится гавань не очень, да? Так, а чё это у нас прошёл ход? Так, два хода до астрологии. Наверное, надо посила делать. Тут кто-то должен быть где-то, потому что Болонию кто-то первый встретил. Так, ФЕС за религию и науку даёт, Антона Нариву культуру за великих людей, Маскат, Маскат, довольство к центрам коммерции. Угу. А, кстати, и тут ещё кампус кампус на плюс 5. Блин, может, как-то лучше сюда поставить, чтобы, например, от этого города здесь поставить, а где-то тут будет город, чтобы сюда кампус поставить. А тут заодно и гавань мы сможем с соседством. там, ну, конечно, немножко грустноватый город в этом месте. ну, тем более, сюда мы точно спешить не будем, нам надо сначала в эти стороны города ставить. ой. во-первых, она далеко. То есть, нам сносить кого-то, вот, я тут просто думаю, маскат или фес, Антона Нариву, хотя, и Антона Нариву. Наверное, даже Антона Нариву надо будет. Есть астрология. Ну, гляну, что здесь или возвращаться уже, чтобы посидеть. Нет, давайте вернемся поселенца защищать. Мне кажется, надо куда-то, блин, а куда мы сначала поймем? Наверное, сюда надо идти. Тут, видите, тоже есть и геотермалка, и тропики, чтобы священку стать. Может, прям, опять же, на геотермалку бахать город здесь. Блин, а тут можно как-то два города вместить. Раз, два, три. походу, не влазит, к сожалению. Надо вот эту территорию, но, по-моему, не влазит. Раз, два, три. То есть, надо либо сюда, либо сюда ставить, так? А, если я сюда поставлю, то сюда влезет. А, может, так и сделать? Вот сюда, наверное, надо ставить будет. Так, пошли, рисик. Блин, я не поменял. А, хотя, что тут менять? На что тут менять, в принципе, не на что. А, нормально. я просто думаю, надо ли мне тут два города. Ну, просто вот этот, если я сюда ставлю, то грустный город, на самом деле. с другой стороны, два кампуса на плюс пять. Что думаете? Ваше мнение, подводные камни. Так, а мы Хахая видим вообще? Ага, он тут. То есть, мы вот этого чувака, который Болонию нашел, не встретили. Но он явно вот сюда не будет селиться. И явно сюда вот не поведет. это слишком далеко. Ну, а тут мы можем только сюда и сюда ставить. Мне кажется, так и надо сделать. Тут будет, тут два вулкана будут улучшать клетки. Окленд первыми встретили. Ну, пока не отправляем. Тут плюс три. Но я бы, наверное, сюда ставил на плюс три. Холм как-то жалко. Плюс четыре. Нет, сюда. Так, блин, офис мне тут мешаться будет, да? Блин. Давай-ка мы ему дружбу предложим. Ауч. Тут могут и завалить. если попробуем рашнуть в золотой, должны выйти в золотой. У нас должна быть первая религия, апостол, то есть это сколько? А, мы сейчас, во-первых, за плюс четыре получим очки. Тут прям сто процентов должен быть золотой. ну так прими дружбу-то. Бля, вот тут фес, конечно, мешается охренеть просто как. Блин, напугал меня, чувак. Но он не должен был видеть моего поселенца, когда тут стоял. Бля, вот это ненавижу вот этих людей, которые, типа, первый ливнул. О, слава богу. Все, можно расслабить булки. Так, тут меня не проатаковали. Нет, давайте, наверное, в защиту встанем. Блин, мастерство лишние два хода открывал. Ну, встанет плюс три, ничего. Смотрите, нам за священку дали плюс три. Нам пять очков осталось. Мы религию должны, вроде. Блин, вот это, вот, что это вот за прикол вот это вот? Почему фес вот тут вот ходит вот так? Так, молитвы в священном месте. На религию больше никто не читает. Чисто поставлю, чтобы было дополнительная сила. Работает она сейчас? Свали, пожалуйста. Спасибо. Так, сейчас вы посмотрите, что эта фигня работает. Да, плюс два работает. то есть мы сейчас вот руинки свинят. Тут сто процентов золотой век должен быть. Просто как бы без вариантов. Место хорошее, старт хороший. Без модов, я играю без модов. Ночная богиня. Чувак взял. Германия. Но он же не поставил. Еще никто не поставил. Но он собирается типа в рост играть, я так понимаю. Жалко тут, конечно, на тропики ставим, но что поделать. Здесь, кстати, вот сюда можно, да? Священочку. в этом городе. А в этом городе куда-нибудь сюда. Ну, знаете, этот я не скоро буду ставить. Я не думаю, что немец в эту сторону вообще будет селиться. Потому что тут некуда. По большому счету. О, 200 рублей. Спасибо, Самат. Привет из города Касань. Был здесь когда-нибудь? Да, я был в Казани. Давненько. А еще я был в городе Елабуга. Рекламировал особую экономическую зону Алабуга, которая теперь шахеды строит, блин. О, слушайте, я уже, блин, в золотом веке. Ренасия. Ренасия. за 200 рублей с Казани. Финикийскую империю. А, это, короче, тот, который ливнул, я так понимаю. Ну и чего он ливнул? Ну, видимо, это вот, который тут. Вот, Болонию кто нашел? А, неизвестный. Все еще неизвестный. Там, видимо, кто-то подселил Дидону либо что-то сделал. Пускай посылает. Блин, ну вот почему? Вот, блин, всегда в этой игре так, первыми начинают работать те вулканы, которые мне бы хотелось, чтобы они не работали. Специально, чтобы мне тут... Так, это все галеры. Это не квадриремы, так что можно забирать. Посла дали. Ну, у нас есть... Ну, не хочу... Давайте для следующей эпохи поддержим. Тут же ничего срочно мне точно не надо союзить. Так что для следующей эпохи поддержим послов, чтобы засоюзить уже. Ну, вот смотрите, вот эта вся территория моя получается. Ну, и нападать реально не на кого. Так что без гапли... Взял, я подумаю по поводу Антона Нарима. Армия гаплитов танк держит? Ну, если рядом еще стоят армии гаплитов... Смотри, там плюс 10, правильно? К боевой мощи. Смотрим. Гаплит у нас... Просто чисто посчитать. Гаплит 28, да? Корпус 38, армия 48, правильно я считаю? Если рядом еще гаплиты, значит, 58 сила. Ну, и предположим, там... пока я тут с вами считаю. Сейчас религия уйдет. Так, ну, греки у нас православные. Трудовая дисциплина, межкультурный диалог. Пусил. Так, 58. И... Какое-нибудь там правительство, ну, кому-нибудь, наверное, будет... Предположим, у нас стоит раз, два, три, четыре, пять. Еще плюс 10. 68. Правильно? 68 сила. А танк у нас... 85. Ну, в принципе, может. То есть, 68 против 85 это не сильно большая разница. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, плюс 4 производства есть. Так, а варваров мы только одного юнита убили, да? А, антикавалерийский бонус против танка. Точняк, я за... Не, подожди. Да, да, точно. То есть, это получается 75. Считайте, что они стоят как пехотинцы. Но это должна быть армия, еще рядом другой гоплит должен быть. Ну, то есть, много красных карточек, но в принципе, да, стоят против танка, как видишь. Это, конечно, смешно. Такого не должно быть, но... Мне кажется, знаете, должны быть какие-то штрафы юнитам. Ну, например, если через эпоху хотя бы, то там должно быть какой-нибудь минус 20. что-нибудь такое. Вы так не думаете? Да, плюс 10, слово тут... Дело в том, что так как тут урон по экспоненте считается, то есть, в пятерке плюс 10, ну, нормально. А здесь плюс 10, это очень сурово. Так, наверное, пошли в раннюю империю. Вообще, тут, вот тут уже можно было карточку, наверное, и поменять. Хотя, опять же, нет, не надо, у нас плюс 50 стоит на юниты. Я сейчас вот буду строить юниты после этого поселенца. В смысле, открыл колесо? Я вроде не ставил на колесо. Блин, нахрена я открыл колесо. Так. Как-то посел мы идти некуда. Пошли, может, немца поисследуем. Вот реально, смотрите, вот эта вся территория моя просто. Тут даже никто не будет ставить ничего. Может, сюда кто-то поставит город, там, которая сверху Цилла. Кстати, немец его нашел? Нашел, а вот я не нашел. Артемиду забрать. Ну, может быть. Кстати, ее бы хотелось вот тут поставить или здесь все-таки. Так, ну, это мы пойдем в эту сторону куда-то. Опять же, тут два города можно вместить, поэтому будем сюда ставить. Ну, эти минанки кто-то быстренько сварганил. 25-й ход это довольно быстро. так, юниты. Вообще, я бы, наверное, карточку уже на рабочих поставил вместо городского планирования. что мы тут решаем? Два города ставим или один? Что у нас два города, если поставим, то у нас может быть два кампуса по плюс пять. те, кто балансил бонусы, кто балансил боевку не общались. А ты думаешь, что тут вообще кто-то что-то балансил вообще, думаешь, да? Они наверняка что-то балансили. Так, отложу здесь строительство, поставлю карточку на рабочих и тогда буду строить. Плюс поставим карточку на поселенцев. тут я дострою три прачника уже. Два из Узерениц Окленд. Ну, тут все равно как-то маловато. Ну, вот здесь на озере нормальный будет город. на озере. Хотя тут пустыня до хрена. Причем не холмов. Нет, тоже такой себе. Блин, я бы сюда особо не спешил ставить города, прямо скажу. То есть потом когда-нибудь поставим, может быть. Вот эту гигаршку я бы убил. гигаршку так, значит, здесь я хочу на строителей и на а ну ладно, уберем. Давайте наверное вот так сделаем. Мне надо следующим ходом уже строить посело. Даже вот так в очередь поставлю. Что, мне зачем я вторая красная карточка сейчас ни с кем не воюю здесь. так, пошли пока деньги. Так, ну пока вроде вроде зашибись. религия, вначале вообще огонь зарешала. зуб пророка. Фу, такой этому поклоняться. Конечно. Артемиду рядом с лошадью и трифелями и Акрополь на холме рядом со столицей. То есть сюда Артемиду, сюда Акрополь. Ну, выглядит тоже неплохо. Может реально открою политическую философию, поставлю карточку на Артемиду и поставить Артемиду? Нам все равно надо какое-то чудо. Не, давайте на рост. Дизрейт, спасибо. А, если на котика показать. Понял. Сейчас. Сейчас котик придет. Марсик, иди сюда, 100 рублей. Посмотреть на тебя хотят. ща походим. Так, куда ты помчался, Канина? Ой, ой. Он играться хотел, носиться начал, а его тут несут показывать. 100 рублей заработал себе на корм. Уже вон такой животяк себе отъел. Все, беги. Спасибо. Это он так спасибо говорил. Спасибо. Так, ну хорошо, пока этот не извергается, ладно. Пока не будем сильно ругаться. Не хочу подходить, чтобы он меня атаковал сразу. Так, возьмем раду-балумом. Так, религии больше применяют. Накорми мир, неизвестный игрок. Но я думал, это немец. Тейп ворм это ленточные черви. Глистами нас будет заражать, что ли? Блин, так вышел, проатаковал. Блин. ГГшку уже кто-то захватил. ну тут понятно, монументальность берем. Так, ведем сюда, я думаю. Тут покупаем. Туда поведем. И карточку на на чудеса. А, блин, еще открыть надо. Черт. Я забыл, что Артемид у вас еще не открыто. Извините. Я просто, ну, тут очевидно, что большинство людей приходят на меня смотреть, а не на игру. как бы удивляют вот эти вот люди ради цивы пришедшие сюда. вы серьезно? Вы прикалываетесь? Так. Нет, давайте нет. Так, ускорить, по идее. давайте обработку бронзы. И здесь заменим, давайте, на драму и поэзию. Так, вообще, надо время увеличить. Уже в следующей эпохе. Так, тут куда-то... Я, наверное, вот сюда поведу сразу, чтобы далеко было. плюс 4, да. Вот это я хочу вырубить и сразу сюда священку. Так, пошли найдем. Нет, не найдем. Блин. Смотрите, какую он у меня уже клетку здесь сделал. эту надо выкупить. Блин, и вот эту надо выкупить. Нифига себе, конечно. Это огонь. Так. ускорили стрельбу услуга. Следующим ходом Артемиду строим. сюда надо решить сюда или сюда ставить. О, что-то меня не обстреливал варвар. повезло. Так, тут откладываем производство, потому что следующим ходом будем вот тут Артемиду начинать. Не, ливнул один. Вон, финикия. Финикия ливнула. Ну, она где-то вот а, видите, караван. Где-то здесь. Его, походу, немец подселил. Большой бассейн построили. Вот этот может, в принципе, и в ГГшку превращаться. Блин, Артемиду что-то кто-то построил уже? Пропустили, ребята. Артемиду кто-то ну, вряд ли она же, блин. Ну да, если что, она была вот тут доступна построить. Блин, Артемиду построили. Жаль. Ну, надо что-то строить другое тогда. Висячие сады, наверное. А давайте все равно здесь висячие сады, а здесь потом Акрополь. Вон, вижу границы. Кто-то в пустыне живет. Так, я могу засоюзить уже какую-нибудь ГГшку. Наверное, имеет смысл ФЕС. Ну, вообще пока рано, да, для ФЕСа. ФЕС, когда мы построим светилище и будем реально сможем этих делать миссионеров. Какой-то прикол от ГГшек. Почему они мне постоянно мешают город поставить? Так, надо обработать камень. О, встретили. Нубия, ну, логично. Что, в пустынях у нас нубия? Драму и поэзию, наверное, отложим. И нам даже прачника не убьют вроде. Ну да, тут надо будет ФЕС в первую очередь союзить и распространять. Мы, наверное, после висячих садов святилище сделаем. Да, я думаю, что он там где-то поселенца водит. Нету смысла мне с ним. Вообще, ну, он далеко от меня. То есть, у нас, получается, Греции-то и нападать не на кого. Так что, у нас гоплиты будут. Не, висячее непоганое чудо, да. не на кого. Не, не на кого. Ужащихся, вот и На кого. Не, не на кого. Не, не первый. Они. Спасибо. Поехали. Ужащихся, лихащихся. Нападали. Если, 140 эти может караванчик куплю так обработку бронзы я не ускорил на все штука 2 2 этих убил два юнита варварских примут этот лагерь надо наверно идти валить так и чуть сырю шумит обрабатывать меня два заряда этот лес соберем и поставим здесь рудник так давайте думать что с ромашкой у нас непонятно что с ромашкой машка ромашка открыли деньги может я как-то галеру по обстреливать лети вон к тому все-таки наверное к этому лагерю пойдем так следующим ходом у нас чудо ускорим драму и поэзию нам в первую очередь надо в теологию выйти это кассина в первую очередь теологию мост мистицизм откроем тогда чтобы удвоить священных мест а тут пока не будет священка производства давать потому что не распространенная религия вот для этого нам надо после висячих садов ставить святилища и миссии союзить фес который будет еще науку давать на этом пока все продолжение выйдет завтра а спонсоры канала уже могут посмотреть все прохождение полностью ссылка в описании и в прикрепленном комментарии большое спасибо вам за поддержку я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео